Творческая профессия для людей с техническим складом ума. Так говорят о тех, кто связал свою жизнь с инженерией. Сегодня это одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий на рынке, а для многих еще и дело души. В их числе Денис Гениатов. У меня с детства была мечта работать с техникой, но я пошел учиться совершенно на другую профессию, это автомеханик. Не знаю, почему я это сделал. Но придя в Уфанет, взяв это все в руки и вспомнив все старое, я понял, что я попал туда, куда надо и чувствую себя как рыба в воде. Подключать горожан к высокоскоростному интернету – вот главная профессиональная задача Дениса. Однако после этого знакомство с клиентом не заканчивается. В случае сбоев, неполадок, поломок или других технических неприятностей Денис снова спешит на помощь. Поэтому здесь важно быть не только профессионалом в технической сфере, но и коммуникабельным и просто доброжелательным человеком. Мой день начинается с того, что я принимаю заявки, которые нам назначают по времени, на которые, по идее, опаздывать нельзя. И строю оптимальный маршрут. На протяжении дня, то есть мой день не складывается из того, что я целый день ездю к абонентам на разные виды заявок. На какое-то время в нашей стране профессия инженера потеряла былую востребованность и интерес молодежи. Однако за последние пять лет ситуация поменялась. Это подтверждает как спрос среди работодателей, так и высокий конкурс на инженерные специальности в университетах. Конкурс на архитектурно-строительный факультет составляет около семи человек на место. На специальности направления аэрокосмического института около девяти человек на место. Абитуриенты сознательно выбирают инженерное будущее. Дело в том, что по результатам мониторинга, которые проводит Министерство науки и высшего образования, средняя заработная плата в этих областях значительно больше, чем по гуманитарным, экономическим и другим неинженерным направлениям. Может быть, это сыграло свою роль. Кроме того, востребованность работодателями выпускников тоже явная. Оренбургский филиал АО «Фанет» стремительно развивается, подключает новые города, новые дома, новые поселки. И в связи с этим в сервисную службу нужны новые сотрудники. Это как раз те ребята, которые будут подключать, эксплуатировать абонентов, общаться с ними напрямую. Ну и, естественно, помогать и консультировать. Мы ищем молодых людей в возрасте желательно от 20 до 30 лет с личным автомобилем. Самое главное – это уметь работать руками, хорошо соображать логически. Сегодня в компании «Фанет» работают почти 200 сотрудников. 70 из них – сервис-инженеры. Команда пополняется, потому что теперь услуги интернета, кабельного телевидения и видеонаблюдения получают не только оренбуржцы, но и жители многих поселков и городов региона. Например, недавно компания зашла в курортную столицу области – Солилецк. Мы предлагаем, во-первых, это официальное трудоустройство полное. Мы даем полностью все СИЗы, весь набор инструментов для работы. Даем компенсацию ГСМ. Хорошую заработную плату, естественно, которая зависит от самого сотрудника. Сколько он заработает, столько и получит. Обращаться можно в любой наш офис по городу, ну, либо позвонить в отдел кадров. Я хочу вам подарок в таком моменте с нашими контактами оставлять заявки по техническим вопросам. Сливы такие брошюрочки, ознакомитесь, тут подробный рассказ про сервис-инженеры. Наталья Богданова, Федор Бородацкий, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.